Взрослые мультфильмы 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 И от мультиков, которые вы позволили ему смотреть. Ребенок почти всю информацию воспринимает в виде образов. Из этих образов, как из кубиков, ребенок строит свою модель мира. И самым главным кубиком этой картины является образ женщины, девушки, девочки. Глядя на мультгероинь, девочки впитывают стереотипы будущего сексуального поведения. А у мальчика формируется матрица, к которой он будет бессознательно стремиться при выборе спутницы жизни. Матери своих будущих детей. И речь идет не столько о внешности, но скорее о внутренних, душевных качествах, отражениями которых являются внешность и образ действия мультяшных героинь. Мы просмотрели километры американских мультфильмов, выписали на отдельную кассету сотни эпизодов, где действуют героини женского пола, и показали все это детскому психологу. Психолог была шокирована увиденным, а мы были шокированы ее вердиктом. Оказывается, героини большинства американских мультфильмов сконструированы таким образом, что систематический просмотр лент с их участием, детьми, ведет к угасанию функции продолжения рода. Застегается это так. Образ женщины решается романтики и тайны путем наделения его взрослым реализмом, физиологичностью и жестокостью. Попутно девальвируются и высмеиваются традиционные для российского общества женские качества. Те самые, которые прославляют наши старые добрые отечественные мультики. Целомудрие, застенчивость, бескорыстие, скромность и материнство как таковы. То, что делают иностранные, главным образом, американские мультфильмы с нашими детьми, умещается в короткую формировку. Интеллектуальное растление. И это не мои слова. Это мнение профессионального детского психолога. Мы будем говорить о механике изменения детской психики посредством подмены образов. Средства эти так просты, так часто встречаются в иностранных мультфильмах и так очевидны, что невольно удивляются, как это проходит мимо внимания взрослых, не встречая противодействия. Из-за нехватки эфирного времени мы не сможем противопоставлять каждому отрицательному явлению западной мультиндустрии контрпример из отечественной мультипликации. Но если вам не лень, сделайте это сами по памяти. И увидите, что две культуры, породившие эти мультики, идут в разных направлениях. Пойдем от простого к сложному. Цвет. Главная героиня раскрашена в яркие, ядовитые краски. Этот прием эксплуатирует свойства детской психики реагировать на все самое яркое. Таким образом, от начала до конца ролика, внимание ребенка приковано к персонажу, который ведет зрителя куда захочет, не давая возможности отвлечься и поразмышлять. Поэтому, в частности, совсем маленькие дети бросают все, когда на экране реклама, и смотрят ее как завороженная. Идем дальше. Лицо. Не надо быть гением, чтобы заметить, главные героини всех американских мультиков на одно лицо. Мало того, что это просто скучно, но ведь если представить эти черты на живой молодой женщине, то она получится страшной. Тем не менее, из-за частоты мелькания этого лица на экране, оно превращается в приобретенный эстетический стереотип. Таким образом, девочки будут стремиться выглядеть как то, чего не бывает, а мальчики, подрастая, будут безрезультатно искать то, чего на белом свете вообще не может быть. Как вы думаете, найдут ли они друг друга? Это процесс создания новой матрицы красоты, подмены красоты уродству. С другой стороны, это воплощенные в мультиках общие тенденции всего западного мира к единообразию и упрощению. Еды, питья, устремлений, мыслей, женской красоты. В российской истории подобный процесс был назван тоталитаризмом и был всемирно осужден. Почему мульт тоталитаризм должна ожидать иная судьба? Кстати, героини от Олта Диснея, от Орнер Бразерс и других конвейеров одинаковых грез не только выглядят одинаково, но одинаково говорят одни и те же слова, одинаково действуют. Такое впечатление, что они дружно повторяют то, что видели по телевизору, точно так же, как наши дети. А ведь между тем, унифицированный образ главной и положительной героини штука опасная. Судите сами. Рисуем тиражную красавицу, которую ребенок идентифицирует как добрую и хорошую, потому что его к этому приучили. Ребенок знает, что добрым и хорошим надо подражать. А потом берем и прилипляем к этому образу всякую мерзость, типа похоти, жестокости, неуважения к родителям, да мало ли еще чего. И на положительном образе героини эти паразиты незамеченными въедут в детскую душу и станут ее управлять. Мы имеем дело с величайшим изобретением технологии обработки массового сознания. Универсальным подсознательным зрительным модулем без знака добра и зла. Это яркая упаковка с опасным содержимым. У меня в руках экземпляр журнала для любителей компьютерных игр. На странице 15-й есть картинка, которую сейчас вы увидите на своих экранах. Это реклама эротических компьютерных игр для детей постарше, где Вовочка, устав от сексуальных побед, хочет просто поспать, но попадая в страну эротических кошмаров. Его окружают специальные девушки с лицами мультипликационных принцесс. По-моему, это следующий этап интеллектуального раскрытия малолетних, подготовленный мультиками. Хотя, может быть, я не прав. Вы родители, вам решать. Самый простой пример тому, как в красивую упаковку вкладывают вредные содержимые, это наделение романтической героини, той самой, которой ребенок сочувствует и подражает атрибутами гнева, злобы и жестокости. Вы, например, можете представить себе Настеньку из маленького цветочка с выражением злобы или ярости на лице? Может ли она вообще скалить зубы? Просто быть агрессивной. А вот цыганка в Горбуне из Нотр-Дама вполне. И многие другие тоже. Можно ли себе представить царевну-рягушку, которая дерется как мужик? А вот Жасмин в Алладине или Тролльша в Шреке делают это не просто привычно, но жестоко и со вкусом. Они делают это весело и заразительно. А ведь сегодня это одни из самых популярных у детей мультиков. Амужествление женщины в американских мультфильмах для детей приводит к смешению роли полов в жизни, что при определенных условиях в будущем может вызвать и более глубокую сексуальную дезориентацию молодых людей. А теперь ты сомневаешься во мне? Мужчина ты или женщина все равно. И здесь новый для нас мир, и нам нужно многому научиться всем. Я речу, например, к отношениям женщин. Так что молодежный стиль унисекс в определенной мере продолжение унисекса мультипликационного. И обратите внимание, как романтическая героиня теряет признаки женского пола и ведет себя не просто как мужчина, а как супермен. Апофеоз этого процесса – фантастические мультики про роботов или мумии. Там, внешне оставаясь женщиной, героиня не просто мужчина по роли, не просто супермен, но выходец из ада, демон. А теперь о садизме и предательстве в чистом виде. Вы, безусловно, видели этот эпизод из Шрека. И наверняка видели, как смеялись дети во время просмотра. Значит, вы сами были свидетелями того, как достигается сдвиг сознания. Как на наших глазах чужие люди изменяют психику ваших детей. Это не просто сцена красивого убийства. Это девальвация смерти. Этот эпизод перечеркивает всю систему детских представлений о мире. Главная положительная героиня наших сказок не может быть вероломна. Она не может быть жестока, не может убивать. Помните, как Настя Николезаленького-Цветочка поет про маленькую птичку Соловушку? Российский символ романтики и любви. А что Соловушка и ее потомством делает тролльша? Герои Шрека пришли из мира, где божий дар – елишница. После этого убийства ради развлечения двух рептилий – лягушки и змеи – кажутся невинными. На самом деле это романтический атрибут сказки наоборот. Сказки, где не лягушка становится царевной, а царевна превращается в зеленую нечисть. И эта нечисть является романтической героиней антисказки. Антигероини по ходу сюжета сопровождают антиромантические метафоры – убийству лягушечки, змейки, птички. Точно так же, как нормальных романтических героинь отечественных мультиков сопровождают пение соловья и цветение земли. А теперь от ненависти, жестокости, предательства и мордобоя плавно перейдем к сексу-мультипликации. Подчеркиваю, речь идет о мультиках для детей. Вспомните Василис, Аленушек, Царевин и других героинь традиционных отечественных мультиков. Они даже не претендуют на реалистичность. Они условны и воздушны. Их женские атрибуты внешне лишь обозначены. Их женственность выражена скорее через духовные качества. Именно так выглядит мечта в детском представлении. Их американские антиподы, напротив, реалистичны, физиологичны и обладают прекрасно развитыми формами взрослых женщин, которые умеют этими формами пользоваться. Вы, конечно, будете смеяться над этим словом, но в поведении американских мультгероинь нет целомудрия. Того, что отличает телепродукцию для детей от фильмов для взрослых. Посмотрите, проявляя симпатию противоположному полу, мультгивы не кокетничают, не стесняются, не опускают глаза долу. Это тертые женщины известного поведения, которые манерно, бульгарно и конкретно соблазняют. И лицо героини в этот момент не зеркало души, как положено, а функциональная часть тела. Вы помните, да, что манеру поведения героини дети копируют автоматически? Теперь прикосновения и поцелуи. В наших мультиках самая большая эротика – это сомкнутые руки героев. Поцелуй с сокровением. Его физическая сторона скрыта от глаз маленьких зрителей. Поцелуй лишь обозначен. В иностранных мультиках все на показ, как у взрослых. Губы открыты и похотливы. Прикасаться к женщине можно как угодно, как к обычной вещи. Вот горбун из Наттердама держит цыганку в позе жертвенного животного. Вот Шрек волочет свою подружку, как мешок. А потом заигрывает с ней так, как с приличными женщинами не заигрывают. Но это ей нравится. В наших мультиках герои не волокут, не бьют, не хватают за что попало. Потому что это не женственно, это не целомудренно. По мнению психолога, существуют мультфильмы для маленьких, где показана откровенная эротика. Вот, к примеру, популярный антропоцентричный мультик, где животные играют людей. Том и Джерри. Поведение кошечки – это энциклопедия поведения вульгарной уличной женщины. Откровенные эротические позы. Вот это, например, попка кверху, ножка приподнята. Или это одна из самых взрослых поз – голова мужчины на коленях у женщины. Эта поза предполагает сексуальные отношения взрослых. Отдельно отметим поведение кота. Потому что он демонстрирует мальчикам-зрителям, как себя нужно вести с женщиной. Он демонстрирует запредельное хамство, а кошечка, как это хамство нужно принимать благосклонно. Данный стереотип поведения, с точки зрения психолога, если ребенок этот стереотип впитает, исключает в дальнейшем между полами отношения любви, уважения и супружества, заменяя их стереотипом сексуального партнерства. Сексуальное партнерство же, возвращаясь к началу нашего разговора, не предполагает создание семьи, продолжение рода. С точки зрения детских психологов, взрослые стереотипы поведения, в частности эротику, в детских мультиках показывать нельзя. Это раньше времени растормаживает в ребенке сферу влечений, к чему функционально, и морально, и физически, ребенок еще не готов. Эти переживания не будут иметь нормального выхода и искалечат психику ребенка. В будущем это вылезло сексуальные проблемы, трудности с созданием семьи и продолжением рода. Эти мультики провоцируют в детях интерес, который должен еще долго и крепко спать. Стало быть, за физическое растление наших детей отвечают педофилы, а за моральные – западные мультики. Как утверждают все те же детские психологи, для нормального развития ребенка, в период первого интереса к противоположному полу, ему необходима сказка, загадка, тайна. Только через романтику и робость перед противоположным полом мальчик может стать настоящим мужчиной. Только скромная, целомудренная и стыдливая девушка способна привлекать к себе настоящих мужчин, а не уродов из мультиков, которыми сегодня кишат города. Детская стыдливость и стеснительность – это непременные условия для создания семьи и продолжения рода в будущем. Проблема настолько серьезна, наши дети подвергаются такой массированной бомбардировке недетскими образами, что возникло массовое явление, которое психологи назвали романтическим голодом у детей. Им нужна царевна из детской мечты, а им подсовывают несвежую бобищу. Им нужна романтика, любовь и мечта, а на них выливают сексуальные нечистоты. Белоснежка и Сингумон, Золушка. Я смотрела мой фильм «Белоснежка. О лес в стране чудес» и «Винни-Пух». Красную шапочку. Какая-то красавица. Красавица и чудовище. Я все смотрю, которые по телевизору идут. Но иногда пропускаю. Джим Баттер. Джерри. Проэкзета, Бэтмен, Джим Баттер. Иностранные, они хорошо нарисованы. Масяни, Симпсоны. Винни-Пух, когда есть. Шрек, Симпсоны, маленький цветочек. Спирит или Шрек. Лила и Стич. Не советский больше, по душе. Самый главный, самый священный, самый важный для ребенка образ женщины в сказках всех народов мира – это образ матери. Когда мы стали разыскивать его в американских мультфильмах, то натолкнулись на нечто потрясающее. Мама, материнство, поэзия материнства в традиционном виде показан только в мультиках про животных, таких как «Король лев», «Книга джунглей», «Дамба», «101 далматин». Трогательные, сентиментальные и очень добрые сцены материнской заботы к медвежатам, щенкам, слонятам и другим детенышам. А вот когда дело дошло до мультиков про людей или тех, где животные играют людей, впрочем, судите сами. Вы испытаете, как говорится, истинное отвращение. Вот, например, «Утка-мать» от метро «Голденмайер». Совершенно опустившиеся маргинальные создания, которые демонстрируют свое нижнее белье мужу, в жизни так выглядят и ведут себя алкоголички. Ее голос, манеры, жесты нематеринские. Даже своего ребенка она держит, как стакан. Ее поза не обороняет ребенка. Легко сравнить то, что мы видим, с нашей серой шейкой. И там, и там образ матери. Но у маленьких зрителей они формируют диаметрально противоположные отношения к своим собственным мамам. Вообще, в американских мультфильмах мы не встретили ни одной матери человека, которая была бы молодой, полной сил, красивой, вызывающей у маленьких зрительниц желание подражать. Все они отталкивающие. Взять хотя бы эти персонажи из мультика Гуфи и его команда. Немолодые, некрасивые, апатичные, заторможенные, с уродливыми фигурами. И еще один распространенный прием, когда мать нарисована в виде вполне благообразной, но старой женщины. В наших мультиках такими рисуют бабушек. А сейчас мы покажем вам то, что называется 25-м кадром. Зрительный образ, который появляется на экране на очень короткое время, и сознание не успевает оценить его критически. Такие образы, как правило, записываются прямо в подсознании, как гипнотическое внушение. Мультфильм «Красавица и чудовище». Вы что-нибудь поняли? Тогда давайте смотреть по кадрам. Немолодая, некрасивая женщина с чертами искаженными раздражением и ненавистью. А на руках у нее сразу не разберешь, то ли поросята, то ли человеческие младенца. Более отвратительный и неприглядный образ матери невозможно себе представить, потому что он совмещен с внешностью разъяренной свиноматки. Верующий человек сказал бы, что это инфернальная пародия на богоматерь. А на заднем плане, над всем этим и выше всего этого видна прекрасная героиня. Эта метафора воспитывает у девочек отвращение к материнству вообще и к многодетному в особенности. Либо ты хочешь стать такой же уродливой, старой и бедной, тогда будь матерью. Либо вечно молодой и красивой, тогда не рожай. Девочкам как бы предлагают выбор, который на самом деле выбором не является, потому что решение насильственно, замаскированно вкладывается в подсознание. Образы женщины – это образы жены и матери будущей. И именно так они должны запечатлеваться в памяти и не только в сознании, но и в подсознании ребенка. Как мальчика, так и девочки. Для девочки это образец для подражания, а для мальчика это образец, который он в будущем должен выбрать. Разве может такая женщина возбуждать что-то, кроме грубого влечения? Я повторяю, в лучшем случае. А в худшем случае она вызывает только омерзение и к женскому полу, и к семье, и к жизни вообще. Потому что если жизнь населена такими существами женского пола, то такая жизнь безрадостна, бесперспективна. Бесперспективна жизнь, в которой женщина не продолжает род. Детям нравится смотреть мультфильм. Но родители по опыту знают, что не все, что нравится детям, им полезно. Например, в раннем детстве им нравилось совать пальцы в розетку, трогать огонь, совать в рот иголки. От всего этого вы своих детей уберегли. Так почему же миллионы россиян спокойно смотрят на то, как их детей калечат мультфильмы? Ведь ребенок имеет право на детство или нет? На этой неделе Госкомстат распространил оценочные данные о том, что численность населения России с января по август текущего года сократилась на 556 тысяч человек. Рождаемость в стране значительно уступает смертности. И резкое улучшение маловероятно. Мы попытались разобраться в некоторых причинах грядущей демографической катастрофы и пришли к ошеломляющим выводам, с которыми хотим вас сегодня познакомить. То, что вы увидите и услышите в этой программе, не является вымыслом или предположением. В основу положены первые в России научные разработки по влиянию информационных технологий на сокращение рождаемости. Суть проблемы сводится к следующему. Пропаганда раннего начала половой жизни, свободы секса, сексуальной распущенности и полигамности, пробного или гражданского брака приводит к тому, что традиционная семья разрушается, из-за чего рождаемость в России стремительно падает. Вот так выглядела рождаемость в 1976 году. В Советском Союзе на тысячу населения рождалось 19 младенцев, в Соединенных Штатах 14, в Великобритании 12, во Франции 13, в Германии 9. А теперь давайте посмотрим, как выглядит нынешняя Россия после сексуальной революции конца прошлого века. Людские потери нашей страны, по разным оценкам, от полумиллиона до миллиона граждан в год, и эти потери не восполняются из-за нежелания россиян рожать. Обстоятельства настолько скверные, что на их фоне рост рождаемости только в одной Москве, без регионов, на 0,2% в прошлом году выглядит как демографический взрыв. В 2000 году Россия занимает первое место в мире по числу беременностей у девочек-подростков. Если в 1976 на тысячу несовершеннолетних девочек в СССР приходилось 16 беременностей, то к началу 21 века 105, в 6 раз больше. Это несмотря на усиленную пропаганду. До экспорта сексуальной революции во времена СССР количество разводов не превышало 20% от заключенных браков. Сегодня не менее 60% браков распадаются. К тому же сегодня их заключается на треть меньше, чем в конце 80-х годов. А теперь давайте перейдем к самому интересному. Как и какими простыми средствами с помощью одной только информации на практике можно заставить с виду вполне разумных молодых людей и отказаться от основного инстинкта продолжения рода. Все получается как в анекдоте. Вы любите детей? Нет. Но мне нравится сам процесс. Уважаемые родители подростков от 9 до 18 лет. Не пожалейте денег и не постесняйтесь купить на любом из лотков периодику для молодежи. Выбирать легко. Издания предназначены именно для детей того возраста, какие изображены на иллюстрациях. Если вы еще не знакомы с такой продукцией, то вас поразит сексуальная генитальная тематика, которая явно из номера в номер преобладает над всем остальным. Вот некоторые темы. Как мальчику правильно раскрутить девочку на секс? Как девочке его соблазнить? Как девочке нужно правильно отдаваться? Для тех и других, как правильно мастурбировать и как это полезно? Как девочке правильно предохраняться? Способы экстренной контрацепции? Руководство как правильно и где лучше делать аборт? Конечно же реклама презервативов. Учитывая демографический сектор таких изданий, подростки от 12, а то и раньше, даже презервативы, не говоря уже обо всем остальном, несут функцию растления. Согласитесь, напялить на себя разрекламированный презерватив для подростка 12-14 лет это ли не сексуальные действия? Потом презервативы никак не мешают победоносному шествию спида и сифилиса по планете. Никак не мешают они и тому, что каждый год из трех миллионов младенцев, зачатых в России, свет видит только одна треть. Два миллиона погибают в абортариях. И пусть никого не смущает, что вся эта конкретная и совершенно взрослая информация дается на фоне как бы заботы о здоровье юных читателей. Речь идет об изданиях с миллионными тиражами, на которые родители неоднократно подавали в суды иски о растлении малолетних. К сожалению, сложилась сейчас такая, может быть, даже парадоксальная ситуация, что дети остались один на один вот с тем ужасом окружающего мира, с этими средствами массовой информации, насилием, жестокостью, порнографией. И все только разводят руками и в лучшем случае дают совет выключить кнопку. Практика показывает, что на сегодняшний день фактически ни одного уголовного дела в отношении издателей либо каких-то иных средств массовой информации не было возбуждено. Кроме них существует масса более откровенной иллюстрированной литературы, ориентированной на малолетних. Обратите внимание на то, что эти издания унифицируют детей. Круг предложенных тем предельно узок. Поп-звезды, развлечения, одежда, косметика, музыка, секс. Вот, пожалуй, и все. Даже неоднократно осмеянная пионерская правда предлагала своим читателям несравнимо более широкий круг тем. Дело в том, что тайна продолжения рода, с которой связана тайна любви мужчины и женщины, это, я бы сказала, супертайна. И когда в это вторгаются раньше времени вся экология человека, то есть и психика, и вся судьба, все нарушается. Я думаю, что это самое страшное, что можно сделать с ребенком слишком рано и не в той форме, которая отработана веками, сообщить ему сведения о сексуальной жизни. Это нарушает сакральное, то есть самая тайна, табу. Внимательно изучив молодежные печатные издания и посмотрев под определенным углом зрения телевизор, вы легко заметите, что активнее всего нашим детям навязываются следующие установки поведения. Необходимость раннего начала половой жизни, польза генитального самоудовлетворения, вред полового воздержания в юном возрасте, необходимость гражданского или пробного брака, одобрительное отношение к сексуальным меньшинствам. Огромные объемы этой информации, идентичные установки в самых разных изданиях, периодичность повторения и адресная подготовка материалов для демографического сектора от примерно 10 до 18 лет позволяют уверенно сказать, что мы имеем дело с целенаправленной обработкой массового сознания, итогом которой станет еще более серьезный демографический коллапс, чем тот, который мы имеем сегодня. Слишком раннее начало половой жизни надолго останавливает нормальное, естественное взросление ребенка. Для человека нет более сильных чувств, чем сексуальные. Ребенок испытывает настолько сильные потрясения, настолько интенсивные переживания, что все остальное отходит для него на второй план. Учеба, отношения с родителями и знакомыми, мысли о будущей карьере. В каждой цивилизации существует свой возрастной ценз для вступления в эту самую взрослую половую жизнь, в возраст, до наступления которого ребенок должен овладеть всеми секретами и навыками для успешной реализации себя в данном конкретном обществе. Существуют также исторически сложившиеся материальные и социальные цензы. Колым на Востоке, например. В нашей культуре это образование, работа и карьерные перспективы. Причем, чем сложнее культура, тем выше возраст создания семьи и сексуальной инициации. Слишком многим надо овладеть, прежде чем тобой овладеют чувства, которым невозможно противостоять. На каких-нибудь тропических островах нормально, когда дети начинают заниматься сексом, как только им этого захотелось. Там бананы сами падают прямо в рот. У нас же раннее переключение с решения проблем роста личности на секс чревато созданием поколения патологических неудачников. Наверное, не случайно в свободном американском обществе в прошлом году половина школьников получила не аттестат, а справку об окончании средней школы, не сумев сдать экзамены. Начиная половую жизнь, будучи еще в полной материальной и социальной зависимости от родителей, дети воспринимают секс не как неотделимую часть взрослой жизни, за которой должно последовать рождение и воспитание детей, а как игрушку, как развлечение, вроде томогочи. Этот деструктивный навык они тащат потом за собой в свои семьи, которые распадаются при первых же трудностях. Ведь там развлечения заканчиваются, надо жить и по возможности выживать. Раннее сексуальное начало надолго останавливает общественное становление ребенка. Дело в том, что человеку из нашего общества, из нашей цивилизации, необходимо получить такой комплекс знаний, который поможет ему кормить себя, семью, и стать полноправным членом общества. Раннее начало половой жизни прекращает все эти нормальные для нашей цивилизации процессы и как следствие поколение неудачников, которое уже взращено, взрастилось в Соединенных Штатах Америки после происшедшей там сексуальной революции. Теперь давайте посмотрим, как запускаются механизмы, изменяющие сначала поведение, потом личность, а в итоге судьбу наших детей. Согласно теории социального моделирования, как дети, так и взрослые приобретают установки, осваивают эмоциональные реакции и новые типы поведения путем копирования поведения теле и киногероев. Задача социального моделирования создания с помощью средств массовой информации человека с заранее заданными нормами поведения. Примерно так же, как в лабораториях с помощью приятных и неприятных стимулов моделируют поведение крыс. На телевидении и в прессе создаются модели людей, которые ведут себя не так, как принято в данном обществе. Но это деструктивное поведение модели не влечет из собой видимого вреда, а в итоге вознаграждается. Как, скажем, типичный американский киногерой в конце фильма вознаграждается довольно уже надоевшими чемоданом с долларами и симпатичной бабой. В случае же моделирования сексуальной распущенности в поведении подростков награды служат как бы окрепшие в результате этого здоровье, побежденные комплексы, авторитет у сверстников, успех у девочек или, соответственно, у мальчиков. Усиленно внушается, что безопасный секс и анонизм крайне полезны для здоровья. Многамные семейные отношения с целью рождения детей представляются как скука и рутина. Им противопоставляется секс, как вечное развлечение без забот с неограниченным количеством партнеров, но без детей. Вот вам простенькая схема информационной стерилизации целого поколения. Кстати, существуют способы избирательной стерилизации молодежи из разных социальных или этнических групп. В частности, от ранней сексуальной инициации падает прежде всего рождаемость среди малообеспеченной молодежи. Ведь именно эти ребята читают самые дешевые издания, посещают самые дешевые клубы и по нехватке средств больше, чем богатые, проводят время у телевизора. Самого дешевого развлечения на свете. А вот вам еще один штришок. По данным Национального центра медицинской статистики США, с 91 по 99 год рождаемость среди чернокожей молодежи США в возрасте от 15 до 17 лет снизилась на 38%. В то время как для белой молодежи того же возраста эта цифра составила только 6%. То есть на каждого нерожденного белого 6 нерожденных черных. В идеале от всех этих бед детей могли бы оградить родители. К сожалению, даже в благополучных семьях они спохватываются, как правило, слишком поздно. Дети с помощью еще одной несложной информационной технологии оказываются отрезанными от родителей. Детей выводят из-под родительской защиты так, как это сделал в свое время сказочный крысолов. Делается это так. Через огромные тиражи печатных СМИ и телевизионную аудиторию самоубийственные ценности одновременно прививаются тысячам и миллионам подростков, находящимся в разных географических точках и совершенно незнакомых друг с другом. Но в итоге они становятся одним целым, потому что после обработки думают, чувствуют и ведут себя одинаково. Они безошибочно узнают друг друга на улице. Информационные потоки формируют молодежную среду, духовно-автономную от родителей. Там свои авторитеты, свои ценности. В итоге родители и дети говорят на разных языках. В таких условиях взаимопонимание невозможно. Родители лишены возможности реализовать свое главное право в нужный момент прийти на помощь детям, попавшим в беду. Все их попытки будут расценены как назойливое и недружелюбное вмешательство из совершенно другого, инородного, а потому враждебного мира. Стиль сексуального поведения детям преподносят внутри уже готового стиля жизни с особой музыкой, одеждой и развлечениями. Именно на деньги от рекламы товаров, формирующих молодежный стиль, и существует издание для подростков. Все это называется субкультурой. Молодежные субкультуры это легко уязвимые, закрытые сообщества, состоящие исключительно из очень молодых людей, еще недовоспитанных, недосформированных, не умеющих еще различить, что для них добро, а что зло. А вот иллюстрация того, как детей отрывают от опеки родителей, лишая последних авторитета и уважения. Делается это на подсознательном уровне, через слова. Молодежный сленг, какому бы течению не принадлежал подросток, всегда одинаков. Посмотрите, как в этом сленге мутировали самые главные человеческие понятия. Помните, как страдал Муцири, который никому не мог сказать священных слов «отец» и «мать». Эти священные слова превратились в уничижительно, презрительно окрашенные термины типа «родоки», «предки», «черепа» и так далее. Так что, уважаемые родители, чтобы понять, кто вы для своих детей, почитайте молодежную желтую прессу. В результате, с виду жизнерадостная, физически здоровая и успешная субкультура, отрезанная от проверенной поколениями защиты общества старших, оказывается лишена главной функции любого биологического вида, способности себя воспроизводить. И еще, по данным медицинской статистики, никогда еще в России не было так много случаев суицида среди подростков, как в наше время. Имитация жизненных процессов не дает ощущения жизни и не проходит бесследно. У каждого из нас двое родителей, четыре бабушки и дедушки, восемь прабабушек и прадедушек, шестнадцать прапрабабушек и дедушек, и так далее. Пирамида из тысяч предков уходит вглубь веков. Каждый из них выжил, чтобы оставить потомство, невзирая на войны, болезни и потопы. Не обидно ли, если эта пирамида закончится сегодня на вашем ребенке только из-за того, что он начитался издание типа Кул, насмотрелся развращающих программ. Технологии демографического сдерживания с помощью информации работают, но действуют не на всех. Так что каждый решает сам, быть ему последним или продолжить род. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова